К уборке города приступает списанная столичная техника. В Иваново приехали пять коммунальных единиц. Комбинированная дорожная машина, ленточный погрузчик, подметально-вакуумный автомобиль для уборки тротуаров и два прицепа-заливщика швов. В Иваново технику, которую прекратили эксплуатировать в Москве, привезли бесплатно. Специалисты говорят, что машины на ходу и не нуждаются в ремонте. Часть техники летняя, в частности, прицепы по ремонту трещин в асфальте, она отличается тем, что у нас этой техники раньше не было. То есть есть технология ремонта ямочной, заливка литым асфальтом. А в данном случае смесь загоняется в очищенные предварительные щели. Они выравниваются, что положительно с той точки зрения, что не требуется разрушение асфальтового покрытия. Две машины предназначены для зимней уборки города. Их уже опробовали в деле. Ленточный погрузчик вообще вызывает восторг. Позволяет кратно увеличить скорость уборки снега. За три минуты он загружает самосвал. Мы постоянно сейчас эти два года занимаемся обновлением техники. В прошлом году 11 единиц, сейчас 5 пришло. И порядка еще 5 единиц мы должны купить к весне. Но в основном это техника, которая касается уже летней уборки. Опять же, это тротуарная техника и пылесосы. Помощь в уборке осадков городу нужна. А снегопад, которого страна не видела 70 лет, стал испытанием для коммунальщиков. И мэр считает, с испытанием в Иванове справились. Те люди, которые хотят посмотреть, в чем заключается здесь работа, и насколько она сложна, могли как-нибудь одну ночь провести вместе с сотрудниками предприятия. И вот это будет, особенно для тех, которые постоянно в соцсетях пишут, что люди не работают и страдают от безделия. Вот попробовали бы проехать хотя бы одну смену на ЗИЛе 90-х годов с этой вибрацией в салоне и в кузове. И посмотреть, как себя после этого человек чувствует. Учитывая снежные ошибки этого года, власти приняли решение создать новый порядок уборки города. Он предполагает введение временных рамок на уборку города в условиях сильного снегопада и концентрацию техники на отдельных территориях. Сначала магистрали, потом внутриквартальные дороги, затем тротуары, частный сектор и отдаленные районы. Сейчас машины распределяются по дорогам равномерно.